Мы говорили с вами, что ритуальное сознание, ритуальное поведение своим обязательным условием и как бы обратной стороной имеет хаос. Своим инобытием имеет хаос. Ритуальное сознание, ритуальное поведение, как мы говорили, как хамабрут, очерчивается от хаоса. Самим фактом физического действия отгораживается от хаоса. Рассматривать его как внешнее зло. Никаким образом не внутреннее, но внешнее зло. Поэтому хамабрут и скакивает на ведьму, чтобы потом ведьма снова вскочила на хамабрут, а потом хамабрут снова вскочил на ведьму. Это внешнее отношение добра и зла, благо внутри диканьки, а зло вне ее, в нечисти и в хаосе. Хаос является как бы определением. Ритуальное поведение конечно по существу. Поэтому оно придумывает запретные слова, которые разрушают мир, разрушают само сознание. Сознание не существует без своей обратной стороны, своего инобытия, то есть хаоса, то есть нежности. В этом смысле интересно сравнить Гоголя и Кавку. У Кавки тоже действуют подчеркнуто обыденные люди, обыватели. Господин Ка из замка, ну чистейший обыватель, самая человеческая середина. А середина это собственно и есть банальный с ритуалом, его повторяем, всего неизменность. Господин Ка все время видит где-то под лестницей что-то капошится, какие-то странные, неузнаваемые люди вылезают из-под лестницы. Он все время находится в мире, где что-то очень близкое к нежити соседствует с ним. Или в рассказе человек превращается в насекомое. Тоже человек, совершенно человеческая середина, тот самый, который Араукари ставит всегда на потоконнике. Неменитый немецкий Араукари, который выдают из середины, вот заголовок этот самый, раститель Араукари, он вдруг из того ни сего, посреди своей обыденной жизни, посреди своей причастности к среднечеловеческому существованию, посреди всего этого вдруг оборачивается насекомое. Кафка тоже говорит о том, что обратной стороной посредственности, а ритуал как бы в нашем мире, ну, в ритуальном времена он не считался посредственностью, это было единственным образом жизни. Глупо говорить о посредственности диканьки, скажем. Но в более сложных условиях ритуал получает вид посредственности. И вот посредственный человек, обратной стороной посредственности является нежисть, превращение в отвратительное, мохнатое, с лапами насекомое. Обратной стороной и на бытие ритуальности является вот эта вот самая нежисть. Та же самая нежисть. Или в другом рассказе наше военное министерство, видимо, допустило ошибку, потому что в нашей столице поселились очень странные существа. Они вроде как люди, но у них нет языка. То есть они как-то горданно общаются между собой, но это нельзя назвать иным языком, нежели наш. Скорее складывается впечатление, что их вообще нет языка. Они хватают прямо на бегу живых лошадей, отрывают им части тела и съедают живого сырым мясом. Они потеряются потихоньку в наших домах, утесняя нас. Вот кавковская, кавкианская ситуация. Опять, обратной стороной обыденности, обратной стороной человеческой середины является и на бытием ее, соседством с ним является нежисть. Ибо это не люди, которые поселились в самой середине столицы, в самом центре страны и в самом центре этого центра, в самом сердце этого сердца. Поселилась явная нежить. Это нежно предполагается сознание. Причем кавка видоизменяет ситуацию. Ну, я так говорю, как будто кавка понимал, что он построил свою дикамику. После его выбора. Конечно, он мне... Открывается она специально открывается? Она открывается. А, да? Поэтому открывается. Только когда говоришь про нежить, она сама открывается. Не пощеби, тем более, что сам ты и есть человеческая середина. Что гордиться? У Гоголя есть пространство, в которое хаос не входит. У Гоголя есть круг, который очерчивает хама и куда нет доступа и на бытию. А у кавки самые центры, в самую середину забираются. И там поселяется нежить. И вот в этом разница. У кавки не эта посредственность, которая превращается в насекомое. Это как бы отчерчивается. Насекомое где-то как вистость на конце круга. А у кавка иначе играется пространством. У него сам человек оборачивается. У Гоголя есть боссоврюки, есть хорошие добрые люди. Добрые люди не оборачиваются боссоврюком. То есть нежить. У Гоголя добрые люди сидят, говорят о подобных делах, и вдруг в окно вваливается на свиное орыло. Ну вот оно со стороны вваливается. Люди не превращаются в свиней. А у кавки еще острее. Ситуация у кавки. Сам человек оборачивается. Жутким, волосатым, чудовищным начековым. Можно вопрос? Афии, вот этот новый фильм, который недавно вышел. Там люди оборачиваются. Получается они не люди, а нечисть изначально? Или это уже... Я не видел фильма, мне трудно. Не, ну чем я имею, что поговорить, то все равно можно, видел, не видел. Там в этом фильме... Сами люди оборачиваются. Сами люди оборачиваются. Это как бы не его происходит, а в оси. Ну, я думаю, что это, опять же, не видел фильма, но я думаю, что это кавкианский все-таки вариант. Хотя почему Гоголе не превратить в кавку? А в каком произведении кавки, вы говорите, где там в центре города поселилась нежить? А это рассказку-то я забыл название, что это слово заводил. Ну, он везде есть один из самых известных рассказов. Маленький рассказ из кавки. Как, в общем, тот рассказ, где он насекомое превращается. Кавказ наверняка не думал, что он построил новую диканьку после Гоголя. Так сказать, свою диканьку. Обычно художники не осознают преемственность. Но, тем не менее, вот, кавка так же, как Гоголь, так же острый, может даже еще острее, понимает, что подкладкой ритуальности, подкладкой обыденности является нежить. Является хаос, обличие хаоса. Потому что нежить — это обличие хаоса. Не могу назвать еще какого-то писателя, который бы так, как Гоголь, как Кавка, понимал суть ритуальности, суть обыденности. Действительно понимал, как действительно этот взгляд, очевидно, разделяет. В прошлый раз был вопрос, есть ли у Гоголя какое-то другое вообще поведение, нежели ритуальное, если у Гоголя выставлено или у Гоголя такое-нибудь еще сознание, кроме виртуального. Да, безусловно, еще как. На Невский проспект вместе с поручиком Пироговым выходит второй персонаж — художник Пискарев. Они почему-то приятели, хотя странно не похожи друг на друга. Странно, что приятели. Они приятели, они вместе выходят на Невский проспект. Паручик Пирогов ухлестывает за немочкой, а художник встречает девушку, которая... Ну, художник сразу сказано, что он как бы всегда и здесь, и не здесь. Вместо и серебряного взгляда итальянского художника у него русский взгляд. Когда он смотрит на себя и непонятно, кто на тебя смотрит, кто вспоминает про ту кучу мусора, который он зарисовал у себя в каморке. То есть перед нами мечтатель, разительно контрастирующий с деятелем Пироговым. Пискарев тоже ухлестывает за девушкой, которая представляется ему Мадонной. Знаете, что произошло с самого начала? Он, увидев девушку, подменяет ее. Он видит в ней Мадонну, он совершает подмену. И это суть мечтательного сознания. Абсолютно незнакомого, разумеется, поручику Пирогову. Вот что-нибудь мечтатель, это поручик Пирогов. А художник и юный художник, молодой художник, именно мечтатель. И он совершает существенно для мечтателя поведение. Оборачивание. Он совершает подмену действительной девушки на образ Мадонны. Он идет за ней, и она приводит его в бордель. Оказывается, потаскушка. Он делает какие-то слабые попытки. Делает слабые попытки ее оттуда вытащить. Когда она отказывается, потому что, ну, понятно, почему она отказывается. От привычного образа жизни. А с этим нищим художником. Когда она отказывается, он идет домой, засыпает, и во сне она ему является. И он живет этим самым сном. Художник живет этим сном. Он, строго говоря, он даже... Что произошло? Он с самого начала подменил девушку Мадонной, влюбился в этот подмененный образ. И даже не заметил, когда девушка исчезла. Девушка ушла, а он не заметил. Потому что он водится, нянчится, влюблен в образ. А не в реальную девушку. И поэтому вполне достаточно, когда в снах она к нему приходит. У этого вполне достаточно. Когда сне перестает быть ярким, она перестает приходить сны. И вообще исчезает из его жизни. Он раздобывает опий и яркость снов возвращается. А в снах эта самая девушка в разных обличьях. Ну а когда это не помогает, он просто скончается с собой. Смотри, что происходит на Ницке. Проспект выходит вдвое. Это вообще-то скандал. То есть скандал в том, что они потом не встречаются. Элементарные требования сюжета предполагают, эти требования предполагают, чтобы вышедшие вместе должны присойтись. Значит, вообще не сюжет. Гоголь жертвует сюжетом ради противопоставления двух типов человеческой природы. Они разительно различны. У поручих пирогов весь внешний жест. Он весь состоит из своих... Как он называется? Ипполет. Состоит из своих ипполет, и свои фуражки, и своих сапогов начищены. Он весь из своих поручиков состоит. Мы об этом говорили в прошлый раз. Не стану повторяться. Он весь состоит из своих внешних признаков. Он сознает тебя и существует, мы говорили, через причастность внешним родовым признакам. Художник Писхарёв не так плохо. У него вообще нет внешности. Он абсолютно безразличен своей внешности. Он вообще не внешен. Он вообще внутри себя. Встретив девушку, которая обратила на себя его внимание, он совершает подмену образа, чтобы остаться внутри себя. Он ходит, любит, нянчится, возится именно с этим внутренним образом, а не внешне вне его существующей девушки. Он не кичится перед ней, нам поручит, пирогов, а нянчит этот образ внутри самого себя. Это тип мечтателей. И скажу ещё раз, Гоголь пожертвовал сюжетом самыми элементарными, начальными требованиями сюжета. Ради противопоставления двух типов сознания. Деятельного и мечтательного. Достоевский назовёт людей типа поручика Пирогова непосредственными деятелями. Ма людей типа поручика, художника Пискарёва – мечтатели. Это термин Достоевского. Но Гоголь сделал больше. Гоголь сделал больше в Шинели. Потому что Акакий Акакевич тоже, очевидно, мечтатель. Он тоже угадывается сразу, да? Тоже он ещё как не мечтатель. Он весь внутри себя. От людей он требует одного, чтобы его оставили в покое. Он абсолютно безразличен к нежности. Живёт не чином. А чем он живёт? Я спрошу вас, чем живёт Акакий Акакевич? До мечты Ашинели. До? Буквами. Буквами. Совершенно верно. Он живёт буквами. И Гоголь делает величайшие открытия на самом деле. Он говорит, что мечтатель живёт не столько образами. Это реально смечание. Что мечтатель живёт внутренними образами – это понятно и до Гоголя, и без Гоголя. Но Гоголь говорит, что мечтатель живёт знаками. Мечтатель живёт знаками. Акакий Акакевич есть любимые буквы. При встрече с ними он улыбается. Нежное светло. При ядомой из присутствия, когда он целый день переписывал букву-букву представлял, при ядомой, наскоро съев щи с мухами и со всем, что Бог послал, идёт быстро свой угол и снова переписывает наиболее полюбившиеся бумажки. Он тщательнейшим образом исследует природу мечтательности. Он замечает, что мечтатель – это тоже непосредственность. как деятель подвластен ритуалу, так мечтатель подвластен буквам. Мечты властвуют с одним, а не одним мечтой. Как Гоголя это показывает? А как же предлагают повышение? Он на самом маленьком чине сидит. Ему предлагают хотя бы первое повышение. Для этого нужно не просто переписывать, а оставить в другую поддержку. скажем, заменительного в родителей. Всё. И будет повышение, и будет немножко больше денег. И Шинель сможет, наверное, заказать себе. Какие-то отказываются. Какие-то отказываются. Почему отказываются? Потому что он не может переставить поддержку, разумеется. А потому что он увлечён мечтой. Он увлечён буквами. Он весь в этих буквах. И проявлять свою волю по отношению к ним он не может и не хочет. Иначе говоря, мечтатель также непосредственен. То есть подвластен своей мечте. Как деятель подвластен ритуалу, который всегда прежде самого деятеля, прежде человека, так мечтатель подвластен своей мечте. В данном случае подвластен Богу. Достоевский говорит, все мы вышли из Гоголевской Шинели. Ну, на самом деле, я не знаю, кого он имеет в виду, кроме самого себя. Так бывает, что вышел из Гоголевской Шинели и считает, что все вышли из Гоголевской Шинели. Это случается. Но Достоевский действительно пошел из Гоголевской Шинели. Потому что у раннего Достоевского есть только один персонаж. Это мечтатель. В белых ночах он так и называется. Мечтатель. В именито нет другого. В белых ночах встречается юноша и девушка. Девушка ждет жениха, одиноко бродит по Петербургу. Мечтатель тоже одиноко бродит по Петербургу. Они бродят вместе. Долгими, этими светлыми, петербургскими ночами они бродят и говорят, говорят и бродят. Снова говорят. Наконец прибывает жених. Заметьте, жених не пишет. Он уехал на год уладить свои дела. Через год возвращается. Настенька, кажется, она Настенька. Даже знаю, что он уже несколько дней в Петербурге. Но он не шлет весточку. Потому что он деятель. Это некто Быков, который улаживает свои дела. Приезжает. Деятель не любит текстов. Он чушь текстов. Быков не даром не пишет невесте. Он просто делает то, что должен сделать. И вот раздаются его звонкие шаги по мостовой. Настенька, может, на мгновение задумалась. Господь посмотрел на мечтателя и на жениха и кинулась к жениху. А мечтатель, глядя ей след, упоенно предчувствует, что теперь можно будет бесконечно вспоминать и вспоминать. Бесконечно вспоминать их разговоры, их прогулки. Они столько нагуляли, что ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Он забьется в свой угол и будет там мечтать, 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 мечтать. Вспоминать, вспоминать. Та же самая ситуация. Совершенно гоголевская ситуация. Девушка ушла, а мечтатель даже не заметил. Потому что для него жизнь – это и есть воображение. Он даже не заметил. Он смотрит в свет и его охватывает упоенное предчувствие того, что теперь он может всю жизнь, все эти разговоры и прогулки белыми ночами вспоминать. Таков тип. Тоже противопоставление. Есть быков, который только действует и принимает решение. И есть мечтатель. «Любовь для быкова». Он не выписан в романе, потому что все-таки, ладно, героиня и мечтатель. Но вообще говорят, что «Любовь для быкова». То же самое, что и в Диканьке. «Любить» – значит, уладить дела, все привести в порядок, жениться и… То есть род существования. Любовь – это род существования. И, соответственно, девушка ему нужна только как элемент этого рода существования. Ну, а для мечтателей что такое «Любовь»? Это привязанность к своему образу. Девушка, набирайте, какая больше нравится? Какое больше нравится? Какое больше нравится? Какое чувство больше нравится? Кому нужна сама девушка? Да никому, естественно. Но не важно. «Быкова» она нужна как атрибут поведения. Понимаете, для меня любовь, как Диканьке – это сесть под окна девушки, применчать на Бандуре, то понятно, что девушка является частью моего поведения. Вот Бандур, вот девушка, еще это… Элементы ритуала… Да вот так вот окно. Это просто условие элемента ритуального поведения. Это и есть любовь. А мечтатель? Это мечтатель. В такого рода литературе, как у Гоголя и Достоевского, мы имеем дело, скажу сразу, не с чувствами, не с психологией. Вот у Тургениева мы имеем дело в психологии. Там человек влюблен. И этим все сказано. Тургениев с огромной чуткостью, тонкостью описывает там первую, не первую любовь. Это любовь. Относительно Гоголя и Достоевского нам этого мало, мы должны спросить, а какая это любовь? Любовь ритуального человека или любовь мечтательного? Это разные виды любви. Поэтому у Гоголя и Достоевского дело не в любви. Одну секунду, я просто закончу предложение. Дело не в любви, а в типе сознания. Который любит, ненавидит, ревнует, презирает. Чувства-то разные, а типы сознания совершенно определённые. Вот перед нами деятель, поручик Пировог. Вот перед нами мечтатель, художник Пискарёв. Вот перед нами быков. Вот перед нами мечтатель из белых ночей. Да, пожалуйста. А мы можем так, честно, назвать любовью вообще? А, девушек пробрала, да? Нет, 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 нет. Я ждал этого вопроса. Здесь вопрос, извините, более серьёзный даже, чем… Это вопрос, что такое бытие, что такое существование. Потому что для ритуального сознания любовь – это вот одно, а для мечтателя – это разные роды бытия. Поручик Пирогов, как я уже сто раз сказал, и сознаёт себя, и существует через причастность родовому признаку поручика. Мечтатель существует. Мечтатель существует и сознаёт себя через причастность в мечте, через свою погружённость в мечту. Это что мы называем существованием? Это роды бытия человеческого. И любовь имеет вот такое… несколько родов бытия. Ну, если вы исходите вот не из Тургенева, а из, скажем, Гоголя. Ну, я многое предваряю, мы ещё будем и будем говорить. Много что будем рассматривать, это станет течнее. Сейчас это немножко выглядит скорее заявлением необоснованным, не слишком обоснованным. Потом, я надеюсь, это будет выглядеть более конкретно. Но мы говорили до сих пор, если вы заметили, о мужской мечтательности. А это я вам скажу, цветочки. По сравнению с женской мечтательностью. Вот там ягодки. Как эта Настенька, боишься, имя всё-таки перепутал. Как эта девушка в белых ночах… Ну, давай, Настенька, Бог с ней. Да, да, пожалуйста, заходите, смирее. Пусть открыто немножко. Девушка пришпилина к юбке бабушки. У меня никого нет, кроме старой слепой бабушки. И бабушка, чтобы девушка молодая и всё совсем, чтобы девушка не наделала глупостей непоправимых, пришпиливает её к своей юбке. И так она, это вяжет бабушку, это и читает Настенька. Так и живут. Девушка у нас откуда отпускали там по часам в лавку за продуктом и всё. Основное время она пришпилина к бабушке с большой булавкой. Они сдают комнату молодому человеку по бедности. И девушка о молодом человеке знает только то, что он любит ходить, и она слышит скрип в соседней комнате. Они пару раз столкнулись в тёмном коридоре. Скажут другу, здрасте. Они не поговорили, не посмотрели в глаза друг другу. Правда, Быков один раз пригласил её вместе с бабушкой в театр. Они один раз посидели, между ними была бабушка, они посидели и посмотрели спектакль. Всё. Остановили только скрип в половицу. Ну, девушка-то мечтательная. Поэтому она послушала скрип, послушала, взяла, собрала все вещи, пришла, Выкова и сказала, вот она, я. Вот эта мечтательность, мужская мечтательность, она гедонистична. Мечтатель из белых ночей, действительно, девушка исчезла, а он уже с восторгом предчувствует эти бесконечные воспоминания о прогулках и разговорах. Мужская мечтательность гедонистична, но не катастрофична. Не катастрофична. А женская мечтательность, на самом деле, если хотите, можно сказать, жертвенная, если вам не нравится, катастрофа. Слово «катастрофа». Но она другая. Ведь Татьяна у Пушкина об Олегине тоже ничего не знает. Циничный Печорин уверяет, что для любви необходимо первое прикосновение. Сколько бы не было преубготовлений, рассуждает циничный Печорин, все решает первое прикосновение. Рукава к рукаву, плечом к плечу. Первое прикосновение. Какое там прикосновение? Слушайте. Из Ачьяны и Онегина. Какие там прикосновения? Она видела его два раза мельком. Может быть, какие-то коротенькие замечания Ленского об Олегине. Все. Остальное только… И вот она тоже самое делает совершенно, что наша Настенька. Она берет чемодан, приходит и говорит, вот она я. Я вам пишу, чего же более. То же самое, между прочим, пиковые дали. Одни письма, одна переписка. Больше ничего. Письма, 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 письма. И очень скоро свидание, да еще где? В собственной комнате. Нет, женское вмешательство совершенно другое. Там нет гедонизма. У мужчин всегда гедонизм. Всегда упоение. Даже как я, как и скромнейший, тот гедонист. Он явно испытывает неземные восторги, переписывает эти деловые бумажки, особенно понравившиеся присутствия. Женщины нет. Но те и другие мечтатели. Во всех этих перечисленных случаях на мечта на любовь. Вы опять спросите, а любовь ли это? Хотя любовь на это мечтательная любовь. Понятно, что Татьяна любила не Онегина. Наш герой, кем бы ни был, он всяко не то, во что влюбилась Татьяна. Не Грандисон, в общем. Кто бы ни был. Потому что, во всяком случае, не Грандисон. А Татьяна любила Грандисона, ну и что? Скажите, есть другая любовь? Я скажу, может быть и нет. Но не так важно, что я скажу. Возвращаю к Достоевскому. Достоевскому, действительно, все раннего Достоевского, мечтатель, мечтатель, мечтатель. Большой шкачок уже в понимании мечтательного сознания сделал Пушкин. Вот сделал в пиковые дамы. Вот сделал в пиковые дамы. Все начинается. Играли в карты оконогвардейцев на Рубовах. Играли в карты оконогвардейцев на Рубовах. Нет, я так же, извините, я раз начал и захочу с раннего Стоева. Игра в пиковые дамы. Хотя, это не бесплатный метод. Тогда разные авторы исследуют, что мы с вами же метались между греческой трагедией и Гоголем. А тут еще и Кавка. Ну где Кавка, где Гоголь, а где греческая трагедия? Макар Алексеевич Девушкин влюблен в свою очень отдаленную родственницу. Каким Макаром этот Макар влюблен в девушку? Он иногда замечает перестановку у него на подоконнике. Он знает, что когда у нее хорошее настроение, она так выставляет цветы. Когда у нее груз, она иначе выставляет на подоконнике цветы. Он в колодце, окна напротив, и он иногда увидит шляпу, которая надевается. На спине он видит, как она упортнула в магазин там куда-нибудь. Все. И, конечно, письма. Бесконечные, бесконечные письма. Девушка зовет его в гости чай попить. Он не идет. Под совершенно придуманным предлогом, что он ее скомпрометирует. Он ее вдвое старше, она вообще-то отдаленная его родственница. Девушка не понимает, а что вы, мой друг, ну как вы можете меня скомпрометировать? В каком смысле? Он не идет. Макар Алексеевич не идет к предмету своей... Конечно, в патроническом он влюблен. Но он влюблен в девушку. Но его любовь питается признаками, знаками, переставленными цветочками, светла, замеченной шляпкой. Но он, конечно, не женщина, поэтому никто это не скажет, вот она я. Вот так и будет гидонистически ловить эти следы этой девушки, следы ее настроения. В этом произведении Достоевский делает одну интереснейшую вещь, вот она замечена в литературоведове. Девушка дает Макару Алексеевичу вновь, только что вышедшую, вновь вышедшую книгу сочинителя Николая Васильевича Боголя «Шинель». Ей очень понравилась «Шинель», а кому что не понравилась, она фурор повезла в литературе. И она дает почитать Макару Алексеевичу «Шинель». И Макар Алексеевич, естественно, в героя, в Акадии Акадьевича, обнаруживает самого себя. И он приходит в ярость, он приходит в ярость, как смели его, Макара Алексеевича, выставить на всеобщее обозрение. Не на посмешище, там никто не издевается Богу, он никоим образом над своим делом. Но как его выставили на обозрение? Происходит то, что мечтателю противопоказано, у мечтателя нет внешности. Но как я говорю, что нет внешности? У Борочка Пирогова есть одна внешность. Но как я говорю, что внешности нет? У Макара Девушкина внешности нет. Поэтому, когда его выставили, он потерялся. Он потерялся и отчаялся, более того. Только потому, что обнаружили его как внешнего персонажа. Как будто он поручий Пирогов. Для него это катастрофа. Это смешно, вот, чешайший Макар Алексеевич уходит в глухой запой. Ну скажите, пожалуйста. Чего нельзя от него ожидать, так это. Но он действительно потерял себя. Это очень интересное место из... Очень интересное место в Гостоевске. Что случается с мечтателем, когда за ним подглядывают? Когда за ним подмечают. Да, говорится, Макар Алексеевич, мне приятно созерцать свою ногу, облеченную в изящный сапог. Ну зачем же меня выставлять в этом состоянии? Зачем же писать об этом? Зачем другим читать об этом, что мне это приятно? Новое слово в разработке, не боюсь так сказать, в разработке мечтательного сознания внёшь Пушкин. Начинается с того, что играли в карты оконогвардейцы наружу. Я вам скажу, что играть в карты поначалу, это ритуал. Это то, чем занимаются все гвардейские офицеры в столице поначалу. Они играют в карты. Ближе к утру они завтракают. Я ещё не знаю, они сразу на службу или может спят. Ну, в общем, играют в карты. Перед нами золотая молодёжь. Ну, самым хорошим, разумеется, в смысле этого слова. Сейчас это слово приобрело такое отрицательное отченок. Я говорю с девятнадцатого века. Молодые офицеры и среди них один, который никогда не играет. Который заворожённо смотрит, как играют другие. А на что гермо смотрит? А вот на это. Чёрт. Нечёт. Чёрт. Нечёт. Пушлив открывает нам эту сторону мечтательного сознания. Мечтатель очень часто оборачивается игроком. Причём игроком не за деньги. А игроком с знаком. Знак. Знак судьбы. Вот что нам открывает. А как я считаю, что просто знаки. А Пушкин обнаруживает в мечтательном сознании такое явление, такой феномен, как знак судьбы. Что происходит дальше? Звучит рассказ про три карты. И про графини М. Ну, все реагируют по-разному. Может быть, измеченные карты, тропинентации, вообще глупость, сказки. А может быть, что-то и есть. Герман тоже, он совсем не сумасшедший, он просто мечтатель. Он тоже, как бы, отнёсся к этому, как, ну, просто забавному, забавному рассказу за карты. За ужин. За завтраком, простите. Далее Герман идёт по улице, как всякий мечтатель, как потом у Достоевского ходит, ну, многие ходят со Достоевского так, не разбирая, где он идёт, не отдавая себе отчёта в том, где именно он идёт. Вдруг пышный, освещённый подъезд. Он поднимает голову, просто вокруг много суеты, блеск. Чей дом, мы говорим, графини М. Герман потрясёт. Что случилось? Просто совпадение. Только что он слушал рассказ, и вот он совершенно случайно придя, вдруг поднимает голову и оказывается у дома той самой графини, о которой рассказ. Но Герман, повторяя, не сумасшедший, он прекрасно понимает, что даже сочетание их обстоятельств не дает ключа к вопросу, потому что графини живёт в одном мире, а бедный немец, офицер, небольшой офицерского чина, в совсем другом мире, им пересечь и так же невозможно, как на Марш попасть. И тут Герман поднимает голову и в окне безошибочно узнаёт головку молодой, либо бедной родственники, компаньонки. И он понимает, что это судьба. Пушкин пишет, с этого мгновения судьба Германа была решена. С этого момента, пишет Пушкин, судьба Германа была решена. Всё сошлось. Рассказ, случайное совпадение с домом и, наконец, ключ. Бедная компаньонка, молодая бедная компаньонка. И Герман пишет, пишет, пишет и не пишет. Она же для него ключ. Но из нашей бы. Ключ-то ключ, но он же не корыстен, поймите, он подвластен судьбе. Корыстен, конечно, тоже. Но прежде всего он подвластен судьбе, потому что считание этих обстоятельств для него знак. Чёт нечет. Так вот здесь чёт. Он переписывается из немецких романов, Лиза по-немецки не знал и была очень довольна его письмами. Но, поймите, Герман мечтатель. Поэтому, пока он пишет письма, он вступляется. Он вступляется. И дальше пишет от себя. Не из немецких романов. Дальше он пишет от себя. Пишет пламенно, страстно. И Лиза упивается. Если раньше она была довольна этими письмами, то теперь Лиза упивается этими письмами. Пушкин очень точно схватывает природу мечтательного сознания. Пока писал, влюбился. Опять же вспомним циничного печени. Он не прикоснулся к девушке, не дай Бог. Он не разглядел, и двумя словами не перемолвывал. Он просто пишет, а она читает. И он пока пишет, он страстно влюбляется. И будучи, вообще говоря, немцем, а вовсе не поэтом, а офицером. В общем, с немцем, я не знаю. Ну, по крайней мере, не поэтом, а офицером. Ну, может быть, русский не так нормально. В общем, не будучи поэтом, он пишет такие письма, которыми девушка упивается. Они просто остаются ими довольны и развлечены. Наконец, назначает свидание. Лиза назначает Германа свидание. У себя в бедной комнатке, когда графини не будет и никого в доме не будет. Про женскую мечтательность я уже говорил. Есть такое, когда я учился в школе в советские времена, была такая характерная тема для сочинений. Образ женщины в русской классической литературе. Вот я вам скажу. Вот этого образа мурашки похожи. Кто Татьяна, что Лиза. Написал двадцатка писем, это уже ночное свидание прямо на замок. Кошмар. Наразу. Герман поднимается и останавливается между. Справа от него роскошные покои графини, куда она скоро придет. А слева строжащая, ожидающая его девушка. Герман колеблется. Но Герман же влюблен. Уже. Герман колеблется и выбирает все-таки судьбу. Все-таки знает судьбу. Мы вспоминаем Пушкина. В тот момент судьба Германа была решена. Он поворачивает графини. Ну, там еще не буду пересказывать. Кроме одного обстоятельства. Пушкин очень много сделал в пиковой даме для раскрытия вот этого самого мечтательного сознания. Он еще вот что сделал. Герман первый раз сорвал куш, тройка. Второй раз сорвал куш, семерка. А в третий раз обтернулся. И вместо туза выхватилась пиковой дам. Что произошло? Это страшно интересная тема. Пробуждение мечтательного сознания. Может ли пробудиться мечтатель? То есть сможет ли он понять, что его мечта? Мечта. Ведь она для него реальность. А то он и мечтатель. Смысл мечтателя в том, и суть его в том, и природа его в том, что для него действительностью является мечта. Может ли мечтатель пробудиться? И что с ним будет? Вы сами понимаете, что может случиться с мечтателем, если он пробудился. Герман сходит с ума. Он сходит с ума не от того, что уплыл в богатство. Это тоже сходит с ума, но здесь явно не в этом дело. Дело в том, что он пробудился. То, что он считал знаком судьбы, оказалось подставкой человека. Именно пробуждение мечтателя, сознание того, что его мечта – это лишь мечта, сводит мечтателя с ума, убивает мечта. Угородский художник Пискарев, скорее всего, убивает себя просто потому, что мечта закончилась, ему нечем жить. Сны перестали являться, ему больше нечем жить, и он кончает с собой. Пушкин поднимает интереснейшую тему пробуждения мечтателя, который означает тоже, в общем-то, взаимодействие, схватение с ума. Итак, тема упущена сразу. Это тоже, как это сказать, россыпь открытий. Во-первых, игра. Во-вторых, игра. Во-вторых, знак судьбы. И встретит пробуждение мечты. У Картасара герой едет в метро и видит на стекле отражение женщины, которая сидит рядом с ним. Он не поворачивает головы той женщине, которая его заинтересовала. Отражение которой ее заинтересовало. Может быть, отражение в парижском метро на стекле. Осколки. Но всякая женщина должна знать, что осколки ее лица интереснее самого лица. Всякая женщина должна это иметь в виду. Герой не поворачивается в той женщине, осколочное отражение которой его серьезно интересовало. Она встает. Он идет за ней. И загадывает, что если будет два поворота направо, а потом она повернет налево, то это судьба. Вот так. Вот так. Женщина делает лица еще не видя. Только во осколках. Но осколках пробуждает воображение, согласитесь. Куда лучше, чем живое лицо. А перед нами мечтатель, который одновременно и игрок. Перед нами мечтатель, который одновременно и игрок. Женщина делает один поворот направо. Герой взволнован. Женщина делает второй поворот направо. В его сердце бьется уже вот тут. Но женщина не делает поворот налево, а тут прямо. Он успокаивается и идет своей двойной рукой. Вот так. Вот такая любовь. Только не спрашивайте, любовь ли это. Можно ли это назвать любовью? Мечтатель между собой и действительностью ставит знак. Это дело уже как Яковлевич. Вот дальше идет развитие. У Пушкина, у Картасара идет развитие. Если между мной и действительностью знак, если опосредует мою жизнь, мое отношение к жизни знак, то я превращаюсь в игрока. Я ищу везде знаки судьбы. Вот будет такой маршрут два направо, один налево – это знак, это судьба, это все. В этот момент, как и судьба Германа, моя судьба будет решена. А нет, так нет. Ведь женился бы. Вы что думаете? Не сомневайтесь даже. Что? А? Хахахахах. Хахахах. 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 Герои и героини не различаются. Они оба мечтатели и не различаются. Почему они мечтатели? Потому что они в огромном городе, они уже друг с другом, встретившись сразу, ищут комнату в гостиницу, чтобы встретиться воедино. Они ни дня не могут дышать без блюда, но каждое утро они встают и идут наугад каждый своим маршрутом в надежде встретиться. Харташер не проводит это забавно, но бедно русским, чтобы понять природу женской мечтательности. У Харташера везде не везде, но очень много мечтательности. Например, в другом рассказе пробка, какая-то физическая пробка, недели на две. Слева и справа не шагнуть, там то ли болото, то ли лес. В общем, люди живут в пробке. Живут, рождаются, умирают, живут. Две недели в пробке. Мужчина и женщина влюбляются друг к другу. Страстная любовь. Страстная сцена. Пробка рассасывается, наконец. Нет. Они едут вместе. Игрой понимает, что о жизни знает только ее имя. А в Буэнос-Айресе по одному имени человека невозможно иметь. По-моему, даже не было. Они там берут только по марке машины. Да? Может быть. Я всегда не стойко перескажу, но привыките к этому. У меня это гнастник, а не то ли гнастник, а то ли гнастник, а то ли нет. Я даже нарочи-то это делаю. Я не литературовед. Питерсердакт убил меня за малейшее наступление от действительно вот тех, тех священников. Для меня все иначе. Так или иначе... Как мне доставалось от силового личного? Он известный профессор, лингвист. У меня книга поэтика русской прозы. Она уже вышла, я ему подарил. Например, он прочитал. Говорит... Между Катериной Ивановной и Грушенькой... Где происходила сцена? Я говорю, какая разница? По-моему, у Грушеньки. Она происходила у Катерины Ивановны. А у тебя написана сама сцена у Грушеньки. Я говорю, что теперь делать? Я прижал уши. Ну, что теперь делать? Книга-то уже вышла, все. Приличным тиражом разошлась. Пожор на весь мир! Пришлось принять муку. Машины их разводят. Он теряет ее из виду. И все. То есть, что такое пробка? Это условность. Это те же осколки. Осколки — это условное отражение. И они манят мечтателя. И пробка — это условность. Это как театральные декорации. Но мечтатели удобнее любить в декорации. На нарисованной постели, а не на настоящей. Ибо именно нарисованная постель обнаруживает мечту в значительно большей степени. Осколки, пробка — все это хлеб для мечты. Хлеб мечты. У Борхиса много о мечтателе. Борхиса даже есть рассказы откровенно, такие как бы, бесстыдно выставляется суть мечтателя. То есть, только мечтательно истерично. Тогда вот, лотерея Вавилон. Известно, что такое лотерея, да? То есть, сразу же мне не погибли за то, что Карташа называет Картасаром. Вообще-то, как говорят, средеобразовывать людей Карташа. Лотерея Вавилон. Лотерея известно, что ты складываешь деньги, выпадает, ибо выигрыш, либо прожишь, или потеряешь деньги, либо приобретаешь их. Но у людей вдруг возникла идея, что ведь можно играть не на деньги, а на жизнь. Крутится барабан, и выпадает богатство, счастье, власть, дворец, сослугами, женщины, лошади, все твое на два года. Потом снова крутится барабан, и тебе выпадает нищета в самых задворках на три года. Снова крутится барабан, и тебе выпадает роль палача. А в следующий раз – роль жертвы. И барабан уже не крутится. И весь Вавилон согласился и принял эту лотерею. Весь Вавилон живет эту лотерею. Барабан интереснее жизни. Вместо того, чтобы добиваться богатства, бояться нищеты, убивать или быть убитым, интереснее барабан. Между жизнью и человеком, человеческим сознанием стоит этот самый чет меч. Это вот тот самый – два направо, один налево. Это настолько увлекательно для человеческого сознания, что весь Вавилон вовлечен в эту лотерею. И живет этой лотереей. Все забросили все дела, все остались, кто богат, кто беден, кто жертва, кто палач, но через барабан. Иначе неинтересно. У Левна-то фонаристи эта тема очевидно представлена. Там или в какой-то момент надоело играть в карты на деньги, решили сыграть в рулетку русскую. На стене висел пистолет. Извините, напоминаю, что все более известны. На стене висел пистолет, который может быть заряжен, может быть нет. Вообще война шла, поэтому обычно вешали заряженный пистолет, чтобы снять и выстрелить. Ну, может быть и нет. Некто Вукчич взялся сыграть. Кто-то поставит деньги, а он свою жизнь. Снах он. Проверили заряженный пистолет посредством собственной головы. Ну, кто станет играть на чужую жизнь за свои деньги? Нашелся только один очень циничный человек, это Печорин. Который поставил деньги против головы. Бросили карту, карта летит. Как только она касается стола, звучит шелчок. Печорин не выстрелил пистолет. Посмотрим одна, как говорит Вукчич. Целится шляпу на вешалке, раздается выстрел, шляпа дырка. Оказывается, случайно занял. Ну, вот так. Печорин, вглядываясь в чудом спасшегося офицера, он замечает на его лице маску смерти. Это дневник Печорина. Печорин пишет, что маска смерти – это довольно известное явление, когда у человека перед скорой смертью как-то меняется лицо. появляется некое особое выражение на лице. И Печорин пишет, знающему человеку ошибиться трудно. Опытному человеку ошибиться трудно. Он говорит Вукчичу, а знаете, вы скоро умрете. Вукчич смущает. Он нервно говорит, хватит болтать, уже поздно, пора расходиться. Уже хватит болтать. Вукчич трусит. Почему же представляете его смущенным Вукчичем? Это отважнейший человек, совершенно игрок беспардонный. Писать его смущенным, а тем более испугавшимся – он не мысленно, невозможно. Это невозможно. Но он смущается, этот самый Вукчич смущается и трусит. А почему, собственно, об этом весь рассказ? Только что человек совершенно бестрепетно нажимал курок абсолютно спокойно. И вот тут, как вообще он может струсить? Есть разница между первым и вторым случаем. Во втором случае между жизнью и смертью стоял чётничет, а он игрок. Вукчич игрок. Поэтому, когда между жизнью… Он между жизнью ставит чё-то не так, между смертью тоже может поставить чё-то не так. Это тот же самый барабан Борхеса. Он тоже Борхеса, точно после его. Весь Вавилон Борхеса – это как раз в обществе есть. Когда между мной и смертью, или между жизнью и смертью барабан, карта, чётничет – это только увлекательно. Поставить жизнь интереснее, чем поставить день. Потому что природа человеческая – это игра. По крайней мере, такого рода человечества, в котором Борхес, Лермонтов, карта, сар, пушкин. А когда между жизнью и смертью чётничет, Вукчич вообще не боится. А зато, смотрите, ведь о чём говорит? Он же понимает, о чём ему говорит Печорин. То есть понимает, что у него на лице знак смерти. И для игрока это действительно удар. Вот я не игрок, если я получу, отвращаюсь за заключение компетентное, что у меня осталось две недели, я не так восприму, как Вукчич. Для меня это факт. Печальный, прямо скажу, факт. Страшный факт. Да я стружу там, а не знаю. Тем более, что Дарько не так может ценить, как он. Но это будет факт, а не знак смерти. А Вукчич и Гроки для него это больше, чем рецепт, выписанный врачом. И поэтому он бесстрашно, в отличие от меня, человек трусит, как бы струсил я. Потому что знак смерти это сильнее. Это сильнее. Сильнее самой смерти. Я получаю известие о смерти, он получает знак смерти. Попытайтесь понять разницу. Я смешан, Достоевского, размышляет как раз на эту тему. Он радуется, что нет смерти. В разговоре со слугой у генерала Пенчина в гостиной. Ну что, все уснули, да? Еще пять минут. Душновато, да. Казалось бы, почему, собственно говоря, так хорошо же отменили смерть? У человека, может быть, страшный преступник. Зарезал там истерых с особой жестокостью. Что, его бы это всю жизнь кашей кормить? Тут не из-за этого. Почему, собственно говоря, так прекрасно, распрекрасно, что смертная казнь отменена? Князь Мышлен объясняет. Он говорит, есть две ситуации. Одна ситуация, когда человека убивают, а другая ситуация, когда ему считают приговором. Когда человека убивает, он до конца надеется. Князь Мышлен говорит, что бывали случаи, что человеку уже и горло перерезали, а он или бежит, или молит. То есть человек убивает, но он как бы со смертью не встречается, потому что нельзя говорить, что бы ни сделал человек, нельзя ему прочитать приказ, что завтра на рассвете. Это другое. Это наказание, говорит князь Мышлен, несравнимое с любым преступлением. Какое бы ни было преступление, нельзя человеческую душу доводить до таких судорог, говорит князь Мышлен. Это об этом же самом, как вы понимаете. Об этом же самом. Вот Вукчич увидел приговор. Это не то же самое, что умереть. Ну что, мы еще не закончили в мечтательном сознании. Особенно о пробуждении мечтательного сознания. Поэтому продолжим в следующий раз. Еще на сегодня спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.